Всем привет! Только что отгремел сериал «Игра престолов», а новая книжка Джорджа Мартина, собственно говоря, из-за чего весь сырбор на 8 лет, так до сих пор и не вышло, а люди жаждут чего-нибудь такого, эпического, фэнтезийного, чтобы можно было, с одной стороны, отвлечься от нашей реальности, а с другой стороны, с пользой провести время. А что же у нас вместо Джорджа Мартина, а что у нас вместо Джорджа Мартина, нам расскажет Дмитрий Золотницкий, проект-менеджер направления «Фантастика», издательство «Эксмо» и журналисты, и вообще знающий человек. Дмитрий, привет! Привет, спасибо, что позвали, только немножко поправлю, бренд-менеджер. А, бренд-менеджер? Извините. Вот, но он тоже должность хорошая, и занимаюсь как раз фантастикой фэнтези всем тем, что люблю, и если уж мы начали с Мартина, то он, по сути, перевернул фэнтези в каком-то смысле, сделал его более мрачным, серьезным и таким приближенным к реальности, к средневековой в частности, действительности, после чего, конечно, появилось много авторов, которые поняли, что так же можно было, они же тебя знали. Гораздо раньше. Ну, то есть, на самом деле, как это часто бывает, были те, кто пытались вписать в таком ключе и до Мартина. Конечно. Вот, например, давайте вспомним сразу Глена Кука и его «Хронники чёрного отряда», там тоже, конечно, много магии, но оно же... Но оно мрачнее как раз. Как раз гораздо мрачнее. Но Мартин стал тем, кто, в общем, перевернул жанр и задал своего рода тренд. Это, на самом деле, произошло ещё до сериала, уже книжки, в общем-то, стали большим событием, но после сериала, конечно, это стало просто глобальным явлением, о котором, знает, ну, вот буквально там каждая собака слышала сейчас про Мартина, даже в России, не говоря уж там про весь мир. Так что, в России книжки Мартина пользовались очень большой популярностью задолго до сериала, прямо скажем. А сейчас оглушительные стали. Ну, теперь уже всё понятно. И, соответственно, Мартин всё-таки написал-то, по сути, всего пять книжек именно в этом цикле, так что даже если очень захотеть, если быстро читаешь, ну, это там на неделю, может быть, ну, на две, если растягивать удовольствие, но на этом, в общем-то, не закончится, если вы хотите почитать мрачное, серьёзное, реалистичное фэнтези. И, благо, есть что порекомендовать. Вот лично мой выбор номер один был бы тем, кто хочет почитать ещё подобного, это Джо Аберкромби. Английский автор, достаточно молодой. 72-го года он, Джо Аберкромби. 74-го написано. 74-го? Да. А в Википедии написали 72-го. Надо будет у него уточнить, может, он молодиться стал. Ну, всё равно, молодой парень, типа меня, юноша практически. Ну, уже весьма заслуженный. Кровь и железо, первый закон, книга первая. О, такая штука. Кстати, толково изданная, я смотрю. Уже, кстати, не первый раз. Аберкромби как раз сейчас находится на том уровне, на котором был, наверное, Мартин до начала Игры Престолов, когда он очень известный автор. На английском языке есть такой термин «грим дарк». Он на русский буквально не переводится. Какие говорят тёмные фэнтезии обычно. Он не столь отражает здорово содержание именно книжек, как английский термин. И Аберкромби считается вот таким законодателем мод. У него даже твиттер называется «Лорд грим дарк». И к нему практически все коллеги, которые пишут что-то в ходом жанре, обращаются почти как к гуру, мастеру, законодателю мод в этом направлении. Я очень хорошо помню, когда я впервые взял его книгу в руки. Те, кто живут в Петербурге, знают ДК Крупской, где огромная ярмарка с книжками. Я туда ездил почти как на работу. Раз, наверное, две недели приезжал туда, закупался новыми книжками. Ты тогда берёшь большую кучу книжек, полистаешь одну, другую, что-то отложишь, что-то начнёшь читать сразу. И вот я Аберкромби начал читать и просто не смог остановиться. Как раз первый роман, после этого моментально нашёл на английском, второй, третий, и вот прочитал их за залпом буквально. Это, в отличие от Мартина, закончена история. Трилогия, которая уже есть финальная точка, т.е. это цикл, который можно взять и прочитать целиком. На самом деле вопрос большой. Переведён-то толково, потому что я Мартина взялся читать, когда вышел сериал, в 2011 году по-серьёзному. Ну, я имею в виду «Игру престолов», конечно, потому что «Приключения Хевилэнда Тафта» мы читали вместо сериала, до сериала. Ну, он как раз такой эпизодический. Да, так вот, взялся я его читать по-русски и понял, что что-то тут не то. Т.е. я помню, что Мартин очень хорошо писал, а тут что-то как-то не очень. Я немедленно нашёл по-английски и стал читать по-английски, всё стало на свои места. Тут как обстоят дела? Абергромби пишет непросто, ну, т.е. он такой писатель, наверное, это немножко отличает его от Мартина, он пишет с юмором, с чёрным, ну, такой вот английский классический юмор, где вот везде какой-то язвитель. Мартин тоже пишет с юмором. Ну, у него только часть глав с юмором. Вот от Тириона, да, с юмором, например, а когда читаешь про Дейенерис, например, или про Джона, там уже с юмором как-то победнее. Потому что Джон дундук, он шутить не умеет, Дейенерис тоже дундук, только женского пола. А у Абергромби, соответственно, шутить так или иначе умеют почти все. И у него вот таким чёрным юмором пронизана львиная доля книжки. И, конечно, не всегда вот такая игра слов, сложный юмор, его легко перевести. И Абергромби вот выходил раньше в Эксмо, теперь сейчас выходит в импринте Фанзон, это импринт, собственно, Эксмо. И вот для этого издания делали новый перевод до одних книг и дополнительную редактуру других. Потому что автор достаточно сложный, язык у него красивый, он заслуживает того, чтобы его отполировать. То есть, сейчас, как мне кажется, в принципе, переводы на том уровне, максимально близком к оригиналу, который позволяет насладиться историей по максимуму. Хотя, как я уже сказал, не самый простой для перевода автор, поэтому приходилось его дорабатывать и шлифовать. Всегда большая проблема с переводами, особенно если автор не просто пишет. Да даже, господи, нашего дорогого Джона Рональда Руэлла Толкиена, которого уж его и издавали, и переводили, он все равно, берешь новый перевод, понимаешь, что что-то тут не то. Потому что Толкина тоже по-английски читал. Ну, как минимум, непонятно, а как имена переводить? Да, я как-то после того, как первый раз прочитал Лос-Венгайз, потом с удивлением узнал, что Глор Финдейл был в одном из переводов, по-моему, вот я боюсь ошибиться, но какое-то у него такое стилизованное подславянское, как было... Да-да-да, с Витазарами типа того. Что-то такое, да, и вот сейчас боюсь соврать, воспроизвести, как, и оказывается, что так, что можно было. Да, так там и Ревенделл был, то Дольн, то Раздол, и не очень понятно, а зачем переводить английское название топонима? Вот если говорить именно о именах, у Абергромби, например, большую роль играют северяне, ну, такой местный аналог, наверное, викингов. И у них, соответственно, как только чем-нибудь выдающимся отметился, получил какое-нибудь прозвище. Например, один из главных героев трилогии, он девятипалый, потому что, ну, собственно, пальцев у него девять. В российском переводе он получил название «Девять смертей», что, в общем, достаточно так более мрачный и брутальный звучит, чем оригинальный «Найнфингер». Другому персонажу несколько раз меняли вот его кличку, он Шиверс, ну, то есть банально, если прямо переводить, это «Трясучка», но там был и Хлад, насколько я помню, еще, по-моему, какая-то одна версия была его перевода именно прозвища, которое, ну, изначально было не в самой такой героической обстановке получено, но потом он о этом все рассказывал, что все трясутся при его виде, поэтому отсюда и такая кличка. Вот, возвращаясь, собственно, к этой трилогии, Абертромбе поставил точку, цикл достаточно динамичный и насыщенный событиями, его вот действительно легко вот так, что называется, проглотить целиком, но на этом история мира не кончается, то есть вот бывают авторы, которые поставили точку и все, забыли, навсегда ушли. А тут открытый мир остался. А тут истории персонажей подошли к определенному завершению, кто-то умер, кто-то пришел к тому, с чего начинал, кто-то, наоборот, радикально изменился, но мир-то остался жив, победа во Второй мировой войне не закончила жизнь Европе, ну и любая, собственно, война, как говорили, по-моему, римляне, никогда не знаешь, в предвоенное или послевоенное время живешь. Так и тут Абертромбе после этого написал еще три романа самостоятельных о том же мире, там появляются некоторые старые герои, например, второстепенный герой может выйти уже на первой роли, иногда бывает, что старые важные герои снова появляются и заявляют о себе, если автор решил, что ему есть еще что добавить про этого героя. Ну и, соответственно... Хотя же он написал роман, который, собственно, называется «Герои», там, где все про одну и ту же битву. Это его, если хронологически судить, пятый роман, ну и второй из этих самостоятельных героев, на самом деле, один из моих его любимых романов, это вот такое описание трехдневной битвы с точки зрения всех участников баталии. Это, собственно, моя любимая книга у Эбергромби в принципе. Мне он сначала не очень зашел, потому что по-английски мне его было лень читать, а вот герою мне понравилось даже в русском переводе. Вот она как раз, наверное, максимально приближена к тому, что мы привыкли видеть в исторических художественных романах, то есть там совсем в этом книжке мало магии, и описано предельно, на мой взгляд, реалистично, с точки зрения участников событий, и битвы, и там и простые какие-то солдаты, и полководцы, и политики, которые оказываются увлечены, и там, может быть, супруги полководцев, которые оказались на месте действия. Максимально такой широкий взгляд с самых разных точек зрения. При этом Эбергромби, он чем, наверное, очень силен, он очень здорово описывает персонажей и то, что они чувствуют. И вот он показывает сражение здорово, не только потому, что там технически как-то грамотно описывает, как ведутся боевые действия, но он показывает, что, собственно, чувствуют участники этой баталии, и это, по-моему, очень здорово, мало кому удается так здорово сделать. Ну, я прям сразу вижу, чем он вдохновлялся, прям немедленно. Чем? Артур Перес-Риверте, мыс Трафальгар. Там тоже вся книжка, ну, повесть, конечно, большая, но все-таки до романа не дотягивает. Там тоже буквально почти ничего нету, кроме описания одного и того же морского сражения при мысе Трафальгар в 1805 году, и там что происходит на Шканце, что происходит на Ахтердеке, что происходит на артиллерийской палубе, что происходит на мачте на другом корабле, потом что происходит, то снова на этом, и там, ну, в общем, 240 страниц безостановочного месива во всех подробностях, того, что надо. У, на самом деле, зарубежных критиков анталлология была другая немножко, есть роман, «The Killer Angels» называется, классическая военная опроса про гражданскую войну в США, и это, собственно, трехдневная, опять же, битва на Геттисберг, описание с точки зрения, опять же, участников самых разных, и эта, собственно, книжка легла в основу фильма «Геттисберг», очень известного, и все, собственно, критики говорили, да это же вот три дня, битва, подробное описание, очень реалистично, вот оно. Я уже виделся где-то, наверное, через год после выхода этой книжки, он говорил, что он не читал «Геттисберг», но при этом... Он же англичанин, нафига ему этот «Геттисберг»? Но при этом он читал достаточно известные исследования, посвященные гражданскому войне, оно, по-моему, называется «Narrative», и вот им он вдохновлялся, то есть там аналогии не случайны. Возможно, собственно, автор «The Killer Angels» Шара тоже ту же книжку читал, хотя тут могу и ошибиться. Вообще, мне кажется, очень показательно, что мы вспоминаем как раз исторические повествования, говоря об Оберкроме, потому что вот он старается писать очень реалистично, у него, как у того же Мартина, мало магии, но очень много людей и того, что они чувствуют, переживают, и тогда это очень прачно иногда, это смешно, забавно, ну вот, в общем, как в жизни, самые разные гаммы чувств, эмоции переживают его персонажи и читатели, которые вместе с ними проходят это путешествие. Я каждый раз задаю себе вопрос, вот Мартин, например, очень толковый автор, вот подрастающее поколение, Джо Аберкромби, зачем они вообще вставляют всех этих эльфов, магов, черт знает что, когда можно просто взять, написать, я не знаю, про Столетнюю войну, ну, англичанину, это должно быть близко, например, про крестовый поход, например, про разгром испанской армады, ну, или наоборот, потом ответный разгром английский. Ну, англичанам есть, чем похвастаться, на самом деле. Да каково всем есть, чем похвастаться, да в конце концов, взял про китайцев, написал, там тоже интересно, много и здорово. Ну, я так, зачем нужно каких-то магов вставлять, вот на твой взгляд? Ну, я когда, опять же, с тем же Аберкромби общался, у меня был один вопрос к нему, это не хотите, а попробовать какого-нибудь другого направления? Ну, просто исторический жанр. Ну, я вот, его не так ставил вопрос, а просто, ну, там, фантастику, например, написать, или, да, что-то современное. Он сказал, если я уже что-то и возьмусь, не связанное с фэнтезией, то это будет исторический роман. Но, там, по-моему, достаточно большому общению с авторами фэнтези, все-таки фэнтези дает гораздо больше свободы, и если ты пишешь про условного Цезаря или про Александра Македонского, и тем более приближенно к нашей эпохе, где мы больше знаем, там, про Наполеона или про Вторую мировую войну, у тебя все-таки рамки достаточно узкие, и ты за них, если выбираешься, то тебя сразу придут знатоки и будут за это, ну, в лучшем случае, критиковать, а может быть, и пожестче что-нибудь окажется. А фэнтези все-таки дает большой простор для такой свободы творческой и сделать то, что ты не можешь сделать в книге, которая следует реальной истории, плюс, ну, подозреваю, что фэнтези позволяет поднимать еще вопросы. И это тоже важный элемент. Но, например, в реалистичной прозе отношение человека и бога, вот реально существующего, с которым ты не просто чувствуешь какую-то эмоциональную связь, сильно надеешься, что он есть, а которого ты реально можешь где-то встретить, потому что он действует в своем мире. Вот это же ты в реалистичном, историческом романе не поднимешь, если только про Александра Македонского не пишешь и не чувствуешь, что он на самом деле сын. Ничего, пожалуйста, любой фараон, вот вам, пожалуйста, настоящий бог. Да, кстати говоря, любой римский император, между прочим, тоже настоящий бог, кто не знает. Насколько я помню, они очень расстраивались, когда так, чувствую, что превращаюсь в бога, говорил кто-то, по-моему, ладно, не буду врать, кто из них это сказал, но перед смертью, потому что вот с некоторой иронией. Это замечательный был момент в очень хорошем сериале, который мы подробно разобрали, сериал «Рим», когда Марк Антоний сказал Юлию Цезарю после «Триумфа», «Слушай, ну там тебя помазали бычьей кровью, прокатили на карете, хватит уже играть в бога», на что Юлий Цезарь внимательно посмотрел на младшего коллегу и сказал, «А я и не играю», после чего младший коллега поперснулся и сказал, «Извините». Ну, ему-то игры были поближе, там, судя по этому же сериалу, Марк Антоний сильно заигрывался местами, это, собственно, была его отчасти проблема. Ну, по крайней мере, в сериале да. Вот, а ещё, собственно, фэнтези позволяет, ну, например, ускорить эволюцию научно-техническую, что, собственно, Аберкром сейчас и проделал. Он же там, говорят, перешёл аж в новое время. Ну, практически да. Начало индустриальной революции. То есть вот если «Первый закон» и «Три самостоятельных романа» это условно-средневековье или раннее новое время, то есть там уже есть шпаги, появляется немножко пороховое оружие. Вот в тех же героях, о которых мы говорили, там экспериментируют с первыми пушками. Но это вот буквально зарождается. То есть сейчас Аберкромби написал книжку, начинающую новую трилогию в этом же мире. Называется «Немного ненависти». Я думаю, что вот где-нибудь здесь появится обложка, когда уже будет видео смонтировано. И прошло там относительно немного времени, порядка трех десятилетий, и в мире Аберкромби уже началась промышленная революция. То есть там нету все еще стимпанка какого-нибудь, нету ходячих роботов, как мы это бывает видим в фэнтези, но появились уже заводы. Появляется такая тенденция, что дворянство отходит на второй план, и на первый план выходит капитал. Овёспанк. Ну, лошади на овце работают в основном, овёспанк. Это интересный термин. Раньше не встречал. Вот только что мне он в голову залетел. Надо запатентовать, пока не поздно. Вот, и соответственно здесь Аберкромби обращается уже к таким более современным проблемам, ну, по крайней мере, более приближенным к нашей эпохе, вроде там движения рабочих, недовольных тем, что их угнетает соответственно капиталисты, и в этом уже цикле Аберкромби, мне кажется, предстаёт не просто талантливым автором, который громко о себе заявил, это уже вот такой настоящий мастер, которого действительно можно смело назвать лидером жанра, который, в общем, я думаю, что вот в одном шаге от того, что писать суперзвездой, вот я говорил, что сейчас Аберкромби на том примерно уровне, на котором был мастер для сериала. Если по Аберкромби будет какая-нибудь громкая адаптация, вот я просто уверен, что он просто из популярного автора превратится в суперзвезду, такую же, как Мартин. Всегда обидно, что вот куда ни посмотришь среди суперзвезд сплошные английские имена и фамилии. У нас тоже есть хорошие авторы, между прочим, не хуже всяких Аберкромбиев, только 140 миллионов русскоговорящих это немножко не та аудитория, на которую пишет, например, Джо. Ну, на самом деле, есть авторы, которые определенную популярность на Западе завоевывают, например, Ник Перумов, достаточно известный петербургский автор фэнтези, он пользуется популярностью во многих странах Европы, например, Скандинавию, он очень популярно регулярно издается, так что на английский рынок нашим авторам тяжелее пробиться, потому что он достаточно закрытый, своих авторов много, и если посмотреть с точки зрения зарубежного издателя, если ты берешь кого-нибудь русского автора, француза, поляка, кого угодно, не пишущего на английском, у тебя гораздо больше рисков, тебе надо его перевести, тебе надо понять вообще, что, почему именно этот автор достоин внимания, ты же не говоришь, скорее всего, на французском, или русском, или польском, издержек больше, а у тебя своих англичан, американцев очередь стоит на издании огромная, так что английский рынок, в принципе, англоязычный рынок, он достаточно сильно закрыт для переводных авторов, некоторым удается пробиться, но это все-таки единичный случай, не касается только российской прозы. Это понятно. Либо, если ты классик уровня Достоевского, тогда, конечно, тебя на сападе переводят, знают и любят, но это скорее к фэнтези не относится. Ну, если почитать роман Достоевского «Беса», там то еще фэнтези, между прочим. Тут тоже верно. Да, вот ты оговорился, что в романах до героев там появляются уже шпаги, шпага – это нормальный термин, который появляется до индустриальной революции задолго. Шпага – это нормальный средневековый атрибут, шпага по-русски – это просто меньше, значит, всего лишь. Ну, там в первом романе, собственно, есть турнир, где именно шпажные поединки, вот я по ощущениям, как они написаны, это скорее ближе к Дюма, чем все-таки к средним векам, потому как они фехтуют. Ну, тут я не могу согласиться совершенно. Там понятно, что турнир, который описывает Беркромби, он никакого отношения к средневековым и в принципе не имеет, потому что там такого вообще, вот как он описывает, такого вообще не происходило, в принципе. Но это же фэнтези имеет право Ну, как раз вопрос по свободу у тебя больше, и ты можешь себе позволить отойти от жестких таких рамок. Вот так-то шпага – это же просто перевод латинского слова «спата». Точнее, не перевод, а транслитерация некая. Спата – это меч. Вот, я думаю, кстати, поговорим как раз о книжке, на которой на обложке меч. Вот, я как раз и подвожу, потому что вижу меч. Это Петт Уильямс. Новая, я смотрю, у него книжка «Корона из ведьминого дерева». Это же из серии об Остен Арде. Именно, оно самое. Давным-давно, еще до Мартина, в 88-м, что ли, или 86-м году начинало выходить. Все так. И если мы говорим про Беркромби, как, наверное, самого яркого последователя Мартина, то Уильямс, наоборот, он в какой-то степени предтеча Мартина, причем... Не, ну в смысле эпического фэнтези не в каком-то смысле, а просто предтеча, потому что он начал свою серию до «Игры престолов». Ну, до «Игры престолов» было много эпического фэнтези, а Уильямс... Сделал фэнтези, в котором уже было много из того, что, собственно, принесло потом известность Мартину. То есть, там были политические интриги, были неоднозначные герои, была очень глубоко проработанная история и мифология мира. Вот, собственно, то, за что мы любим Мартина. И Мартин сам, собственно, есть история, я думаю, что она правдивая, когда на каком-то конвенте фантастов Уильямс и Мартин встретились, и Мартин ему такой, ну, пошел вон отсюда, что-то здесь забыл. Это не потому, что они там не ладили, или Мартин не любил Уильямса, наоборот, Мартин очень любил Уильямса и ждал скорее получить последнюю книжку. Вот, а Уильямс вместо этого по конвентам разъезжал, ну, вообще, что за дела? Вот, и, соответственно, ну, сейчас, наверное, можно сказать, чья бы корова мычала. Это факт. Вот, а Уильямс-то потому, что, видимо, поехал домой и дописал. Формально его вот цикл Абласа Тарди считается трилогией, хотя бы чаще всего финальный роман делят на два, и получается тетралогия. И он написал его, ну, я вот сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, с 88-го по 93-й год, ну, то есть, это где-то 5 лет вот выходили книжки. Я, собственно, читал его, эту книжку в 94-м году, точно. Я ее купил. Ну, тогда как раз. В магазине Англия по-английски, и немедленно прочитал. У меня к Уильямсу такое тоже очень личное и теплое отношение с 90-х. Он был одним из первых авторов, которых я начал читать вот уже осознанным. Не просто взял с полки дома то, что стояли там Дюма, Жульверн и так далее. А нашел, вкогтился и протел. Да, вот там с дедушкой и пошел в книжный магазин, смотрел, что там есть на полках, и вот сказал, вот это хочу. У него, его дебютный роман был фэнтези про кота. Ну, то есть, ребенку лет 9, наверное, это было поближе, чем мрачное и суровое фэнтези. Там что-то хвост трубой там у него был. Да, именно хвост трубой. И вот с этого у меня отчасти началось любой фэнтези еще до того, как я прочитал Толкин или вот цикл об Остон Арде. А сколько лет было? Ну, это было, наверное, 1906 год, то есть, мне лет 9 было. Ага. Вот, Остон Ард, к нему я пришел чуть попозже, наверное, года 4-4, но это и было правильно. Вряд ли в 9 лет я бы оценил все-таки достаточно серьезное и, ну, местами, и в том числе и мрачное фэнтези. Как-то бы у нас эта серия называлась по-русски Орден Манускрипта. Орден Манускрипта переводили. Она по-настоящему Memory, Sorrow and Turn называется на английском. Воспоминания, Скорбь и Терн. Да. Вот. И это законченная история. И, собственно, такая одна из жемчужин эпического фэнтези, причем, которая может понравиться как тем, кто любит более-менее классическое фэнтези с приключениями, с поисками древних артефактов, с избранными юношами. Ну да, путешествие у него там происходит в поисках чего-то магии древнее. Ну, все, как полагается. То есть, он использовал классические атрибуты, но из них он сплел куда более сложную и многогранную историю, чем, в общем, было привычно. И, возвращаясь к тому же Мартину, он когда прочитал, собственно, Орден Манускрипта, у него вот щелкнуло что-то в голове, как он сам рассказывает, и он понял, что фэнтези-жанр не кончился на Толкене, что в этом жанре все еще можно создавать яркие, выдающиеся, неординарные произведения, и тогда решил сам, собственно, пойти и написать что-нибудь. Что-нибудь, мы знаем, может, в итоге вылилось. Ну, Мартин-то, конечно, фэнтези себя и раньше пробовал, но все-таки... Ну, там рассказы были, повести какие-то. Мы-то его все-таки любим за космическую фантастику изначально. Я даже и не думал, что Мартин решится. Мне кажется, он сам до какой-то степени не думал, что так его засосет. Ну, и опять же, игра Шпрестцова была трилогия, как известно. Да. Но что-то пошло не так. Как-то часто бывает. А вот Уильямса пошло так, он закончил цикл, и хотя там, опять же, мир остался жив, и были такие крючки, на которых можно было использовать, чтобы сделать продолжение, он больше 20 лет писал другие тексты, он создавал другие фэнтезийные миры, и он пробовал себя в киберпанке, в городском фэнтези. То есть не из тех авторов, кто всю жизнь пишет один цикл, и зачастую это ни к чему хорошему не приводит, потому что часто последующие книги уже не то, что было раньше. Просто мне что понравилось, у него эта трилогия, которая у нас «Ордин маускриппе» называется, все книги ровные, то есть там нет такого, что вот, значит, есть первая книга, как обычно, там, о-го-го, потом вторая похуже, третья, уже думаю, что читать-то надо, потому что интересно, с чем кончится, но вообще-то, по-хорошему говоря, с первой книгой ее уж просто не сравнить. Мне кажется, там наоборот, там есть немножко вверх динамика. А у него, да, у него прям получше, получше, еще лучше. Начало-то там скорее такое в духе обычного фэнтези, там паренек живет, работает на кухне, не подозревая о том, что его ждет особая судьба, ну и мы знаем, к чему это фэнтези обычно приводит, оно постепенно, оно набирает обороты и превращается в такую неординарную историю. А вот теперь-то он сколько лет-то прошло? Больше 20. Больше 20. И вот теперь снова в этом мире книжку, я ее не читал еще, кстати. Он вернулся в этот мир, книжку я оставлю, чтобы почитал. Спасибо. Он вернулся в этот мир сразу... Хорошо быть ведущим. Он вернулся в мир Остеннарды на самом деле сразу с двумя книжками. Одна из них называется «Сердце того, что было утеряно». Опять же, с собой нету, но увидите где-нибудь здесь рядом с нами. Это книжка, своего рода эпилог к старой трилогии, тетралогии. Я постараюсь не спойлерить, но там пару слов о сюжете надо сказать. Там есть местный аналог темных эльфов, Норн называется, который очень не любит людей и пытались... Затемолить всех. Да. Что не очень у них удалось. И вот люди собираются нанести ответный удар, и это небольшой роман, который, собственно, показывает, как люди пытаются отомстить, уничтожить тех Норнов, которые в минувшей войне остались живы. Но, в свою очередь, Норны отчаянно борются с живоживанием. И если вот в старом цикле Норны все-таки были на такой достаточно классической силой зла, ну, так, стихия с севера, как иные у Мартина. Кстати, небольшая интерлюди, в песне «Дай пламени» много прям очень прямых отсылок к Теду Уильямсу. То есть, тут не скажешь, что Мартин переписывал, это скорее такой оммаж какой-то. Да у него там даже есть дворянский дом у Уильямса. Понятно, откуда. А в этом, соответственно, романе Уильямс показал впервые события с точки зрения, в том числе, и Норнов. И они не стали хорошими или приятными товарищами. Норны, жестокие, ненавидящие людей, очень такие неприятные товарищи. Но у них есть своя правда, и читая вот этот небольшой роман, ты начинаешь ее понимать. И, по крайней мере, тебе уже не все равно, кто они такие, это не какой-то орка, который просто всех хочет уничтожить. Осталось от Мартина подождать книжки со стороны белых ходоков. Я, кстати, с ним общался и спрашивал, не собирается ли он ввести какое-то повествование с точки зрения иных. Он говорил, что нет, не собирается, но, мол, вы про них узнаете больше. Видимо, то, что они умирают от одного точка за точкой в спину. И после этого, собственно, Уильямс, не после точка в спину, после того романа, естественно, что было усердено, Уильямс начал новую трилогию, которая начинается гораздо вот с этой книжки «Корона из ведьминого дерева». Покажем ее повнимательнее всем. Вот такая вот книжка. В этом мире прошло даже чуть больше времени, чем в нашей реальности. То есть, если у нас прошло примерно 25 лет, то... Карта есть, можно ориентироваться. Даже не одна, тут несколько разных карт, показывающих и мир в целом, и отдельные локации. Соответственно, в мире Уильямса... А вот, собственно, локации. Прошло порядка трех уже десятилетий. Главные герои старых книг, они уже не молоды. Эти годы прошли в относительном таком мире и спокойствии, но и норны не дремлют. И у них созрел план для того, чтобы снова попробовать с человечеством расквитаться. Ну и, соответственно, в самих человеческих краевствах, ну вот, наверное, мир, он такой расслабляет. И постепенно появляются те, кто забывают о том, как все пылало, и люди, у которых есть свои амбиции. То есть тут назревают конфликты и в самих человеческих королевствах. Ну, а старая власть, как я уже сказал, они все-таки уже не молоды. Главные герои старых книг выходят тут на первый план уже герои молодые. Это дети, внуки старых персонажей. История, в общем-то, вполне самостоятельна. То есть при желании ее можно смело читать как отдельное произведение. Но тот, кто читал «Ордин манускрипта», найдет очень много и отсылок, и встреча с старыми персонажами, которые наверняка порадуют. И в отличие от тех, кто порой возвращается в старый мир как раз, чтобы заработать на его популярности, Уильямс явно не торопился и ждал тот момент, когда у него созреют идеи, созреет сюжет, который будет достоин воплощения. И, по крайней мере, вот судя по первой книжке трилогии, он сумел создать произведение не менее яркое, чем предыдущий цикл. В каком-то смысле даже более сложное вот за счет именно того, что уже много времени и внимания посвящает Норнам. И показывает историю еще с одной точки зрения, что делает, собственно, сюжет гораздо более многогранным, чем был еще прежде. Так что, если нравится предыдущий цикл, я очень рекомендую. И если просто любить хорошее эпическое фэнтези, неоднозначное, то Уильямс – это вот тот автор, который прошел проверку временем и даже на заре своей карьеры рекомендовался просто потрясающе. Ну, Уильямс – автор испытанный, читать можно. Прямо сразу видно, что даже к моменту начала выхода первой его трилогии у дяденьки уже было все в порядке с головой. Большой жизненный опыт, хорошее владение слогом, умеет закрутить сюжет. Да, зовут его по-настоящему Роберт Пол Уильямс. Это у него почему-то псевдоним такой. Ну, видимо, красиво звучит. А Роберт Пол, значит, некрасиво. Мне все время это поражало. Возможно, просто более банально, что ли. Хотя, надо, наверное, у него уточнить, с чем это связано. Как у нас Иван Ефремов. Иван Ефремов – это тоже псевдоним. На самом деле он Антон Ефремов. Почему-то Иван лучше. Не знаю почему. Вот. Ну, и надо сказать, что первый роман вышел этой весной на русском. Второй роман сейчас уже вышел на английском. Ну, и готовится к созданию в России. Так что, я надеюсь... Ну, и Уильямс достаточно быстро по меркам эпического фэнтези пишет. Так что, я надеюсь, что и читатели западный, и российский достаточно сжатые сроки смогут прочитать эту новую трилогию целиком. Ну, учитывая, что мерки эпического фэнтези теперь равняются по Мартину, пишут быстро все. Не, ну, а если, например, мерить по оберкроме, то получится, что очень быстро можно книжки писать. Я, честно говоря, не вижу проблем. Я вот свою первую книжку, которую, кстати, издал в издательстве «Эксмо» «Солдата-императора». Я ее, собственно, руками писал, что-то я ее месяца два с половиной, хотя там так страница 550, может, три месяца. А сколько она вынашивалась? Не, ну, пришлось собирать материалы, потому что она в основном происходит в первой телеке 16 века в Германии. Даже несмотря на то, что я этот период и этот регион очень неплохо знаю, но все равно мне где-то, наверное, пришлось где-то около года собирать материалы. То есть, в итоге получается год плюс несколько месяцев. Нет, я говорю, сама писанина, она быстрая. А собирать материалы, прикидывать шансы, оно, конечно, гораздо медленнее. Ну вот, если мы немножко так вернемся назад, то вот Аберкромбе свой роман «Немного ненависти» как раз заставил читателей подождать. У него с предыдущего романа в этом мире, в мире земного круга, прошло аж 7 лет, а с предыдущей книжки, просто выходившей под ведущего романа, прошло 4 года, потому что он решил пойти хитрым путем, к которому обычно авторы не ходят. Он взялся написать всю трилогию целиком и только после этого выпускать ее. Так можно было? Вот. Он решил, что так нужно было, потому что, когда пишешь постепенно, даже если ты все спланировал, ну, все равно что-то меняется по ходу сюжета, какие-то новые идеи появляются. И если ты написал первый роман, отдал его задство, оно вышло, и ты работаешь на втором, у тебя появляется какая-то идея, которая с предыдущими не сочетается, ну, вот уже некуда отступать, ничего изменить нельзя. А если ты пишешь всю трилогию целиком... Отскочил, переписал. Есть возможность, да, вернуться назад, если что-то придумал лучше, если появились новые интересные идеи, сделать цельную историю. И вот только когда у него уже были готовы черновики всех трех романов, и вот он понял, какая у него будет структура истории, к чему все идет, какое развитие будет у персонажей, после этого он начал дорабатывать уже последовательно книжки. И первая из них ушла в английское издательство и, соответственно, к нам пришла. Я вот... Как только рукопись у нас появилась, сразу отобрал у редактора и начал читать за выходные, проглотил. Собственно, не зря ждали четыре года, или даже больше, если говорить, в принципе, о романах Аберкромби. Книга, на мой взгляд, просто... Уильям, что... Нет, это Аберкромби, как раз. А, Аберкромби, да. Он... Не знаю, к чему это все придет, потому что еще два романа впереди, новую трилогию он начал, на мой взгляд, потрясающе, и книжка превзошла мои ожидания, но там Аберкромби один из моих любимых авторов, вот тут как бы я отбрасываю все, что есть, как только новый его текст, сразу беру и читаю запой. Это всегда так было у меня с ним, меня этот автор очень радует. Так, ну что с Уильямсом? А Уильямс все-таки пишет последовательно. Уильямс, да. Ну, Уильямс, повторюсь, старая школа, испытанный автор, ничего кроме хорошего, мы от него не видели. Ну, он буквально дописал относительно недавно второй роман, который называется Empire of Grass, Империя, буквально если травы, надо там почитать и посмотреть, что имеется в виду, может быть, там немножко название в итоге изменится в переводе, и уже дает интервью о третьем романе, над которым во все идет работа, так что, несмотря на солидные объемы, он тоже достаточно быстро сейчас радует своих читателей новыми книжками. Молодец, молодец. Ну что, закончили с Уильямсом? Дальше у нас... Третий герой. Скотт Беккер. У нас, кстати, такой интернационал... Канадец. Да, англичанин, американец и канадец, по всем практически крупным англоязычным странам прошлись. Скотт Беккер отличается от двух предыдущих тем, что у него образование профильное. Ну, относительно профильное, у него философское такое. Ну, все-таки оба-то, и Уильямс Сайбер Кромби не могут похвастаться ни литературным, ни философским образованием, а у Беккера у него прямо так вот сразу видно, что у дяденьки с философской подготовкой, с базовой, все в порядке. Да какой там базовый? Он же PHD, доктор, то есть по ихним меркам, по нашему кандидат. Ну, то есть уважаемый и безотносительно книжек человек. На него тоже Мартин повлиял, потому что он, когда писал свои романы, он вообще не думал, что кто-то такое опубликует, потому что мрачное, жестокое. Я видел характеристики цикла Беккера, и, наверное, готов с ними согласиться, что по сравнению с ним как раз «Песня льда и огня» кажется так, как история про розовых пони. Потому что здесь все гораздо... Тьма прежних времен, уж название такое, что он за душу берет. И типа там прям во всем. И князь пустоты. Он вдохновляется... И тоже, конечно же, карты. Все карты рисуют. Ну, считается, что фэнтези начинается с карт, хотя вот Абертромби, как раз он долго очень избегал карт. Говорил, вы из книжек все поймете. Ну, сейчас на самом деле настолько ловкие фанаты, что они рисуют карты лучше, чем автор. Вон Мартина всего перерисовали в гуглемапсах вообще. Вот. Здесь, наверное, основной источник вдохновения это крестовые походы. И вот такие средневековые реалии с точки зрения того, насколько это был жестокий мир, насколько это была эпоха, когда человеческая жизнь зачастую очень мало стоила, особенно во время войны. Вот это Бейкер отражает просто потрясающе. Книги куда более магические, что ли, чем у Мартина, например. То есть вот из всех этих трех книжек, если вам хочется много магии и волшебства, это, скорее всего, к Бейкеру прежде всего, потому что у него сверхъестественного достаточно много. Это не всегда какая-то даже скорее не классическая магия. То есть один из ключевых персонажей здесь – это такой представитель древней секты, которая превыше всего ставит логику и здравый смысл. И они на протяжении многих веков… Это я, кажется, к ней принадлежу. Не настолько. Я вот вижу улыбки, эмоции. Они как раз от всего этого стараются предельно отмежеваться. Это я притворяюсь. Тогда очень ловко получается. Используют вот свои вот эти веками уже выведенные, так сказать, способности для того, чтобы, например, манипулировать толпами, управлять людьми. И есть и более традиционные какие-то магические искусства. При этом в ряде государств здесь магия по строжайшим запретам. И если что, то жестокие пытки, костры и казни… Необычные наказания. …все вам обеспечены. При этом свое образование, философское автор не просто им манкирует, что, смотрите, я уважаемый человек в фэнтези пишу. У него действительно эта тема. Книга буквально пронизана. У него очень много и культурных, и исторических, и религиозных аллюзий в романах. И вот то, о чем мы говорили прежде, когда фэнтези позволяет обращаться к темам, которые в реальной истории достаточно сложно раскрывать. Вот это как раз про Бейкера прежде всего. У него есть и истории про божественное. Я боюсь сказать так, чтобы не наспойлерить. Боги тут достаточно необычные, но они реально в этом мире существуют и влияют на жизни смертных. И Бейкер старается написать историю, которая не просто увлечет читателя и заставит его всерьёз погрузиться в этот мир, но и та, которая оставит у него пищу для размышлений. В этом отношении меня Бейкер подкупает не тем, что у него много аллюзий. Сейчас, слава богу, не нужно иметь профильного философского образования. Все книжки в интернетах есть. Если ты просто умеешь читать и соображаешь, можно почитать, про что там думали зараострейцы, про что думали какие-нибудь манихеи, христиане, я не знаю, египетские язычники, это всё как-то переработать и отсылочек наставить везде, где только можно, разной степени глубины и узнаваемости. А вот Бейкер меня подкупает именно тем, что у него не просто аллюзии, а тем, что у него эта книга, это не отсылка к философии, а это практическая философия, потому что у него рассуждения, силогизмы выверены как у нормального человека, который именно философ, потому что философия – это не только история философии, и в первую очередь не история философии, а это вывод какой-то мысли. Вот у него есть эти самые мысли, и есть грамотный их вывод. И действия, которые из этого следуют, выраженные в героях, или даже в государствах, которые исповедуют те или иные взгляды идеологии, то есть он не показывает какую-то оторванную от жизни философию, как раз философию, которая пронизывает весь этот мир и персонажей, которые в нём живут. Опять же, очень мне нравится, когда рассуждения, поставленные вопросы, ответы на вопросы излагаются действием, потому что нету, ну как есть, конечно, но не так много, и вполне себе переваливаемо, когда появляется персонаж, отставляет ножку в сторону и говорит, «Сейчас я вам расскажу про местную философию». И там 50 страниц какого-то такого забудлённого рассуждения, то он думает, «Господи, а зачем?» Ну лекцию взял свою, какой-нибудь... Конспект переработал. Из института, да, или наоборот, докторскую, «Хопа!» Ну не пропадать же добру, вставил в книжку. Вот у нас Лукьяненко этим отличается просто исключительно с самых своих первых, ну относительно первых книжек, а уж к ночным, дневным и прочим дозорам там обязательно это вот «Внимание, сейчас я буду рассуждать», и там вот 20 страниц рассуждений. Ну прикольно. А у Бейкера как раз это очень органично вплетено в повествование, и как-то так совпало, что вот все авторы, которые здесь есть, у них есть законченные циклы, но при этом они возвращаются к мирам, то есть вот эта трилогия у Бейкера, опять же, тоже завершённая, но, как Сапковский писал, что заканчивается, что-то начинается, герои пришли к какому-то промежуточному итогу, но следом идёт новый цикл спустя пару десятилетий с новым витком событий. Одни герои постарели, изменились, выходят на первый план другие герои. Ну соответственно, и Аберкромби, и Уильямс, и Бейкер это те авторы, в которых можно прям надолго погрузиться. И я вот, например, люблю, когда ты не просто историю почитал и забыл, а когда у тебя остаётся возможность к ней вернуться и снова узнать что-то о тех же персонажах, произвести за их новыми приключениями, или в том же мире что-то новое увидеть. Если мне попадается большой цикл, он меня захватывает, меня вот очень радует, что он большой. Не, ну, это уж наше любимое, если делать, то по-большому, потому что когда хорошая книжка, ну, есть хорошие книжки, которые ты понимаешь, вот всё, точка поставлена и хватит, но всегда же хочется всё равно, думаешь, вот, а что бы было с этим парнем, что бы сделала девчонка через 10 лет, а что в этом городе будет, у тебя какая-то всё равно остаётся в голове инерция, а тут тебе, раз, пожалуйста. И не фанфикшн от какого-то последователя, а сам автор даёт тебе эту информацию, причём, ну, написанную не хуже, чем оригинальные истории, то есть, при этом, у тебя не 20 романов, которые тебе надо прочитать подряд, ты можешь спокойно прочитать трилогию, заняться чем-то другим, там, посвятить своё внимание другим историям, после вернуться прочитать, там, отдельный роман, из случая Соберкромбиля, новую трилогию. Очень полезно. И мне кажется, очень здорово, что авторов получается создавать новые произведения, которые оказываются не хуже, чем старые, а где-то даже лучше. Весьма полезно. Ну, тем более, что авторы растут же, иначе бы. Зачем они продолжали писать, а тут, когда новая история к минимуму не хуже, а то и лучше, чем предыдущие, это прямо совсем заслуживает уважения и внимания, на мой взгляд. Ну, я не скрою, я не большой любитель, фэнтези. Я ее читаю все равно, потому что нужно быть в курсе, что происходит. Но, вот в данном случае, из того, что сейчас у нас выходит на русском языке, вот эти вот три относительно новых книжки, ну, авторы тут далеко не все, конечно, новые, кроме одного. 33% автора тут новые, а 66% автора уже не совсем новые. Ну, на самом деле, для России и Беккер Аберкромбе, они одного, поколения автора, то есть, они на русском начали выходить одновременно. Беккер писать начал пораньше на английском, но вот российские читатели о них узнали почти одновременно. Уильямс действительно с 90-х годов, все, кто знают фэнтези, я думаю, что... Слышали хотя бы, уж точно. Для них это именно не пустой звук. Так что молодыми, наверное, туда относительно можно назвать Аберкромбе и Беккера. Хорошо, 66% для русского рынка молодых авторов, вот их всех читать можно, потому что и интересно, и для головы что-нибудь останется, есть над чем подумать, поразмышлять, последить за приключениями, в конце концов, новых книжек подождать. Ну, и для тех, кто заинтересовался кем-то из них или всеми тремя, под видео мы оставим ссылочку, промокод, где со скидкой можно будет приобрести собственно все книжки, не только те, которые мы показывали, но все книжки этих авторов, которые сейчас доступны на русском языке, так что если кто-то любит фэнтези, как я, и хочет погрузиться в эпические истории надолго, то у нас есть все возможности. Запрыгивайте под ролик, там будет ссылка, давите на нее кнопкой, смотрите промокод, обращайтесь к специалистам, они из чудовищного количества книжек, которые есть, выбирают дослуживающее внимание, опираясь на свой опыт, и предоставляют их читателю. Спасибо, вы делаете за нас большую часть работы. Всегда рад что-то порекомендовать хорошее, и когда у тебя что-то появляется классное, всегда хочется поделиться, это меня привело в журналистику в свое время в какой-то степени, я надеюсь, что те авторы, которых я люблю, понравятся и нашим зрителям, которым большое спасибо за внимание. Читайте хорошие книжки, в том числе фэнтезийные, про науку забывать при этом не стоит. На сегодня все, всем пока. Пока. Пока.